американские журналисты пришли к выводу что россия является обладателем самого крупного в мире арсенала тактического ядерного оружия краткий обзор этого материала представляет издание военное дело в настоящее время в миру бытует мнение о том что сейчас у российской федерации есть от 3 до 6 тысяч тактических ядерных боеголовок по словам журналиста марка епископа со это значительно меньше чем было в ссср но по-прежнему больше чем в какой-либо другой ядерной державе автор статьи в американской прессе задается вопросом зачем москве такое количество боеголовок для начала он сделал небольшое отступление рассказал своим читателям о том в чем разница между тактическим и стратегическим ядерным вооружением епископа спишет что стратегические боеголовки нужны для нанесения ударов по инфраструктуре и значимым военным объектом противника таким как города командные пункты и промышленные узлы тактическое же оружие применяется непосредственно на поле боя журналист сетует на то что из-за несогласованности между странами присущей ядерному оружию секретности между выше названными двумя категориями нет четкой границы однако по его словам сша и их союзники все же смогли собрать достаточное количество точных данных о тактическом ядерном арсенале россии по версии американской стороны более всего тактических ядерных боеголовок и их носителей находится в распоряжении российских вмф основным видом тактического ядерного вооружения флота были названы крылатые ракеты калибр которые могут находиться на борту многих российских военных кораблей включая фрегат адмирал горшков и атомные подводные лодки типа ясень м далее автор материала пишет российских вкс потенциальными носителями тактического ядерного оружия названы модернизированные бомбардировщики ту-22 м3 и ту-22 м3 м также в этот список был включен и гиперзвуковой авиационный комплекс кинжал носителем которого являются перехватчики миг-31 сам комплекс кинжал американский журналист назвал чрезвычайно трудным для перехвата и способным нести тактический ядерный боезаряд рассказал марк епископа с и о слухах по которым новейший российский истребитель су-57 также сможет получить ограниченные возможности применения тактических ядерных ракет сухопутных войсках россии потенциальным носителем ядерного оружия был назван оперативно тактический комплекс искандер-м марк епископос отмечает что этот перечень далеко не полный но даже он вполне наглядно показывает что ядерные боеголовки могут широко использоваться почти во всех видах вооруженных сил россии автор материала отмечает что арсенал тактического российского ядерного оружия представляет собой достаточно серьезный противовес силам североатлантического альянса по мнению епископа со нато обладает очень серьезным преимуществом в обычных видах современных вооружений но в случае проигрыша в крупной континентальной войне россия может попытаться исправить ситуацию и применить свои тактические ядерные боезаряды автор статьи отмечает что российский арсенал не обязательно следует рассматривать как инструмент исключительно для нанесения первого удара и нападения по мнению американского журналиста это оружие является гарантией стабилизации и перелома сложившейся ситуации на случай приближения поражения россии в крупном конфликте епископос также подчеркнул что несмотря на маловероятность начала крупномасштабной войны тактические боеголовки россии могут сыграть очень значимую роль в евразийском вооруженном конфликте с китаем почему он привел именно такой пример автор объяснять не стал в заключении марк епископос пишет что каким бы дорогим не было хранение поддержания в боевом состоянии старого советского наследия тактического ядерного оружия это для россии все равно гораздо более эффективно и рентабельно чем безуспешные попытки превзойти обычное вооружение стран нато автор публикации в американской прессе приходит к выводу что российские тактические ядерные боеголовки есть и скорее всего так и останутся в арсенале россии